Девушки начались внутренние проблемы. Состояние нормализовалось лишь к концу лета, после обращения к врачу и курса витаминных комплексов. Сейчас Наталья решила пройти углубленную диспансеризацию. Этот комплекс обследований специально разработан для людей, перенесших коронавирус. Мне нужно кровь сдать. Я в дальнейшем хочу сделать вакцину против ковида. И предварительно хочу узнать, как я себя чувствую. В кабинете медицинской профилактики принимают врач-терапевт и медсестра, которая измеряет рост, вес, обхват талии, уровень сатурации, пульс, давление, проводит спирометрию. Вы должны сделать глубокий вдох, либо ртом, либо носом, без разницы, как вы это сделаете. Как только вы сделаете глубокий вдох, открываете рот, обхватываете загубник, закрываете плотно рот, и весь воздух, что накопили, вы начинаете дышать в трубочку. Все данные заносятся в карту. После этого пациенту вручают направление на анализы крови, рентген. За результатами нужно будет вернуться, ведь при выявлении отклонений могут потребоваться дополнительные исследования. Выявляем додимер повышенный, направляем пациентов на дообследование, но, слава богу, никаких пока серьезных осложнений мы не обнаруживали. Кабинет работает с июля и пользуется популярностью. Попасть сюда можно по записи уже через 60 дней после полного выздоровления от коронавирусной инфекции. К каждому пациенту индивидуальный подход. Но есть у врачей и универсальные советы для скорейшего восстановления здоровья. Конечно, рациональное питание должно быть. Исключаем фастфуд, все сладости, выпечку максимально. И еда должна быть сбалансированной. Белки, жиры, углеводы в каждый прием пищи. А еще необходимо делать дыхательную гимнастику и при хорошей погоде совершать пешие прогулки на свежем воздухе. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Анастасия, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.